Уже начинают разрабатываться не планы войны, но планы уже отдельных нападений военных на Советский Союз, в том числе бомбардировок, стратегической авиации. Таким образом, вот за несколько месяцев, я когда это увидел в американской карте, я, честно говоря, был немножко удручен, потому что за несколько месяцев Советский Союз превратился из союзника, в глаза старейших военных и разведчиков, из союзника превратился во врага. Уже в сентябре вот все эти новые концепции были положены в основе военного планирования, быстро очень. Обычно этот двиг в американской литературе, иногда и в нашей, объясняет тем, что Советский Союз стал вести себя очень грубо, экспансионистски в 1945 году. И это, действительно, спровоцировало американскую реакцию. Конечно, Сталин начал, аппетит приходит во время еды. Сталин действительно грубо нажимал, можно говорить, в Турцию. В Польше, конечно, жестко проводилось, и в Румынии уже начиналась политика Советизации. Были сделаны заявки на Черноморские проливы, на получение военных баз в Средиземном море, хотя бы доступа к портам Средиземного моря. Но, на мой взгляд, это не были качественные изменения советской политики. И сами по себе они вряд ли могут оправдать такой радикальный поворот в американском военном мышлении. По-моему, если мы будем учитывать вот этот новый стратегический консенсус, новое американское понимание своей безопасности и потенциальных угроз в ней, именно через эту призму воспринимаются теперь все действия Советского Союза. Через это вот такое искривленное зеркало нового понимания безопасности. Соединенные Штаты были как бы предрасположены видеть в Советском Союзе новую угрозу. Почему еще этот переход стал таким легким и быстрым? За годы войны в США была создана военная, огромная военная машина. 12,5 миллионов человек были под ружьем. Глобальное военное присутствие, стратегическая авиация, атомные бомбы и так далее. И теперь, с окончанием войны, была угроза, что придется все это ликвидировать, демонтировать. И военные, конечно, были в ужасе. Они понимали, что демобилизации не избежать, но они хотели сохранить костяк этой военной машины. А без новой угрозы, без нового противника оправдать это было невозможно. Вот тот же Ринкольн прямо пишет о том, с внутренней документом, доказать стране необходимости террором, финансовых, людских и промышленных ресурсов для подготовки США к войне. После того, как мы только что разгромили две великие державы, вроде война закончилась, но долго. Будет реальное, только если мы сможем назвать конкретное государство. Мощное и потенциально враждебное, с которым у нас есть конкретный конфликт, способный в недалеком будущем привести войну. Вот подобный такой поиск и обнаружение этого нового врага помогала и аналогия, которая стала набирать силы в Вашингтоне, аналогия между Сталинским режимом и нацистом. То, что делал Сталин, воспринималось через опыт войны, через призму восприятия гитлеровской Германии, и таким образом Советской Союзной Союзной стал заменителем, национальным эквивалентом нацистской Германии, не менее опасным для Союзной. Неважно, что во многом это урозно носили еще потенциальный характер. Вот те же самые эксперты ОСС писали, «Мы никак не можем ждать, пока русская политика обнаружит себя полностью». Ибо подавляющей императивной ситуацией является будущий, я подчеркиваю, будущий военный потенциал России, и та огромная угроза, которую она будет представлять для Соединенных Штатов, если преуспеет в объединении ресурсов Европы и Азии под своим контролем. То есть то, против чего воевали США вместе тогда с Советским Союзом, против того, чтобы страны ОССР захватили контроль над этим стратегическим пространством, прежде всего Германии, теперь та же самая угроза, в принципе, исходила от Советского Союза. Советский Союз стал заменителем Германии. Ну вот это, мне кажется, основное, что было вынесено, значит, американским командам из опыта военной, и не только военной. Теперь обратимся к урокам для советского руководства. Это несколько более сложно сделать, потому что документов у нас меньше, можно судить только по отдельным каким-то наброскам и по конкретным действиям, которые принимались в этот период. Но здесь интересные возникают сходства между уроками для советской, а значит, системой опыта и для американской. Если даже на Америке вот этот комплекс уязвимостей, который возник после войны, который коллега Джон Гэндис называет «Insecurity of Victory», значит, вот эти опасения, тревоги победов. Если даже американцы с их небольшими потерями, которые не испытали оккупации страны, на территории, на которой не упала фактически ни одной бомбы, если считать маленькой бомбой, специально брошенной японцами в Ригу, маленькой подводной лодке, то что же говорить о Советском Союзе, который был разрушен в годы войны, обескровлен, потерял десятки миллионов человек? Для него, конечно, и для советского тогдашнего руководства было ясно, что такой трагедией новой повторить нельзя. Нельзя допустить, что подобный повторился. Поэтому, конечно, вот это было главное, мне кажется. Надо избежать, сделать все возможное для того, чтобы не было новой большой войны. Да, с одной стороны, конечно, война укрепила позиции Советского Союза. Расширь без границы, появилось военное присутствие в сердце Европы, появился политический капитал, Советский Союз стал державой-победительницей, ключевым членом антигиттеровской колориции и так далее. Но, с другой стороны, разгромлены были исторические враги, Германия и Япония. Но, с другой стороны, война показала большие уязвимости, стратегические уязвимости Советского Союза. Это, конечно, слабозащищенность, проницаемость западной границы. Как легко. Гектер прошел вот это вот расстояние. И те 300 километров, которые Сталин выиграл в результате пакта Молкова и Ментропы, это просто еще 2-3 недели дало выигрыша во время. Значит, незащищенность западной границы. Отсутствие потенциала глобального проецирования мощи. Все-таки у Советского Союза не было океанского флота, сравнимого с американским или даже с английским. Не было стратегической авиации. Тот самый бомбардировщик В-29. Сталин очень хотел, чтобы его поставляли по лент-лизу. Американцы это отказывали сделать. Но потом 2 таких бомбардировщика сделали вынужденные посадки в Адральном Раскуте. И, значит, советские власти эти бомбардировщики разобрали приказу Сталина. Потом наш первый Туполевский ТУП-4 бомбардировщик был сделан как точные губы этого В-29. Так что не было, как у Советского Союза, не было глобальной сети БАСК, не было надежных союзников. Все это война отказала. Не было выхода в мировой океан. Это Черное море, Малтинское море. Это все были, конечно, тоже областью, извлеченные из ОПТВ. Главной задачей, разумеется, оставалась защита территории, огромной и уязвимой территории страны. В практическом плане из этого следовало нужно предотвратить появление либо мощного равного тебе по силе противника, либо комбинации государств, которые превосходили по своей военной имущей Советский Союз. Вот не допустить образования этой антисоветской, новой антисоветской гражданицы. Ну, считалось, что на долгое время обезвредить Японию, обезвредить Германию, ожидалось, что Соединенные Штаты выведут свои войска из Европы. Сталин реально, оказывается, верил в это. То на Европейском континенте баланс сил будет приемлемый в целом. Как писал Майский, заместитель Молотова в 1944 году, мы говорили об этой записке в прошлый раз, в таком случае в послевоенной Европе будет только одна могущественная сухопутная держава, СССР, и только одна могущественная военная держава, военная морская держава, это Англия. Баланс сил будет приемлем для себя. В Франции, может, слова в военном отношении, значит, нам в Европе, по крайней мере, прямой военной опасности не представляется. В диаполитическом отношении главное виделось, конечно, в том, чтобы создать такой буфер безопасности вдоль западной границы. Вот эта самая глубина обороны, она представлялась очень важной задачей. Именно там ведь проходил проездок вражеских вторжек. В итоге, второй мировой гонерий, первый, до этого. Так что подобное географическое понимание безопасности обычно американские историки называют архаизмом. Чем больше у вас пространства, тем вы безопасны. Но мы видели, что даже американские военные тоже мыслили в категории глубины оборотов. Чем дальше воевать от своей территории, тем лучше. Так что это не было только сталинское какое-то старомодное мышление. Это было общее представление о безопасности. Ну а как обеспечить этот поезд безопасности? Я думаю, Сталина, повторяю, точной идеи тогда еще не было. Где-то придется пойти на советизацию, где-то, может быть, удастся по-любованному договориться. Но так или иначе, эти страны должны быть ввод советских влияния или контроля. Ну и как мы знаем, в скором времени этот поезд здесь очень хорошо видно. Вот это все приращение советской территории. Мы видим, что даже маленькая вот здесь закарпатская часть и буквина, которая раньше не принадлежала Российской империи, она очень важна, потому что она обеспечивает смычку и протяженность вот этого общего защитного поезда. Кроме того, здесь проходят естественные... здесь проходят Карпаты. Это естественная граница, которая будет защищать советские рубежи. Вот защитный поезд в общем высот и Синляндии на северную страну. Так что эта задача была решена. На Дальнем Востоке это было, конечно, можно говорить, возвращение территории при Великой утраченной русско-японской войне. Сталин планировал еще. Хотел бы, конечно, получить и северное Хоккайдо. В таком случае... В таком случае Охотское море превращалось бы в советское озеро. Вы видите, да, северное Хоккайдо. Южный Курилы. Южное Сахарье мы получали, Курилы тоже. А если бы еще и Хоккайдо вот здесь разделить на части и отдать северное Хоккайдо Советскому Союзу, то Охотское море превращалось, конечно, в полностью контролируемое и свободный выход в мировой океан. Так что это было неплохо, как в Сталин считал. И на Западе, и на Дальнем Востоке Россия не удалось убедить сюда. Самым уязвимым, конечно, рубежом с точки зрения геополитической оставался южный флаг. В Закавказье мы здесь в Лакусе выход на Туцер, на Иран, в принципе, недорожительное государство, астротерийническое значение балькинских месторождений, мощности по переработке нефти, все это делало южный флаг уязвимым. Это, кстати говоря, не только сталинская оценка, я видел оценки американской разведки, английской, они тоже, когда ставили себя на место Сталина, говорили, что так, вот здесь вот, на южном флаге, это под брюшье советское, но уязвим, потому что границы здесь не расширились. Конечно, захват, значит, прямой захват, военный удар, субпопутный по этим районам был затруднен природными условиями, но бомбардировки стратегические, они были вполне возможны, и в этом смысле, конечно, в Закавказье было уязвим. Мы знаем, что Сталин пытался сделать для расширения южного фланга в северном, значит, раннем Азербайджане и возвращением территории отошедших к Турции лукарскому договору рации Артаган. Это не получилось, но, тем не менее, попытка и довольно такая серьезная была сделана. Другой важнейший урок состоял в необходимости обеспечения свободного выхода через Балтийское, тоже черное. Как известно, здесь был получен Кенигсберг, как Молотов, секретный для своего руководства, писал по итогам подстанкской конференции, решение Кенигсберг не имеет для Советского Союза большое значение. У нас будет свой незамерзающий порт на Балтийском море, причем от кусок германской территории непосредственно присоединяется к СССРу. Там тоже были попытки сохранить советское присутствие, даже создать совместные базы на Шпицбергене. Совместные базы предлагалось создать вместе с Турцией в районе пролива. Такая же схема была предложена норвежцам на совместные базы на Шпицбергене и оставление советских войск на датском острове Балкольн с тем, чтобы превратить его в советский Гибралтар, как тогда некоторые военные говорили. Но после сопротивления некоторых союзников западных эта задача была оставлена. Так было неважно. Значит, в целом мы видим, что вот это советское, значит, назовем стратегическое дезидерата, список пожеланий, требований, она шла в русле традиционных геополитических устремлений России. Это было как бы расширенное издание царской империи. В основном восстановление границ царской России, плюс некоторыми приращениями там, где можно, плюс, конечно, советизация центральной и восточной Европы. Такая программа представлялась в Москве в основном не только стратегическом, но и моральном, потому что считалось в глазах Сталина, я уверен, он считал это законной долей, законными трофеями войны, купленными советской кровью, победами, на которые мы имеем полное право претендарного. И в этом он ведал ровно правил. он даже говорил Бернцу госсекретарю США, Бебина, вернее, администратор ангел Англии в декабре 1945 год в Московском совещании. У Англии есть Индия, в Америке есть Китай, у Советского Союза ничего нет. Неужели нельзя нам дать, он просил выход в Средиземные моря, в Трибритании, в нынешней Ливии, право базирования в Ливии. Неужели такой мелочи может нам отказываться? На что Бебин якобы сказал, ваша сфера влияния протянувалась от Людмиха до Триестра? На самом деле мы сейчас увидели запись, нам просекретили нашу беседу, запись беседы Сталина с этим Бебин, там ничего подобного нет. Там Бебин никакого решительного тона со Сталиным не проявляет. Он наоборот говорит, да что вы, мы уходим, мы из Индии уйдем, мы оттуда уйдем, мы на что не претендуем. Сталин говорит, да не уходите вы из Индии. Беспорядок будет, хаос, будет разбы там остаться, но и нам тоже что-то дайте. Интересно, что вот обоснованность этих, стратегическая, геополитическая обоснованность этих советских заливок, она признавалась в годы войны. Большую часть, по крайней мере, из них признавалась на Западе, как открыто и про себя, так сказать. вот Болдуин, такой был известный военный обозреватель, в Нью-Йорк Таймс писал, в 45-м году в мае он пришла, описывая, значит, что нужно Советскому Союзу для его безопасности. На Западе русские стратегические запросы нацелены на расширение политического, военного, экономического влияния России к Западу от ее традиционных границ. Эта стратегическая цель объясняет создание ряда буферных государств вдоль западных границ в качестве санитарного кордора, но направленного не против России, а для ее защиты. На Востоке главным стратегическим фактором является близость к Транссибирской железнодорожной магистрали границы с Маньчжурией и географическая уязвимость Владивостока и Приморья, что предполагает советское преобладание в Северной Маньчжурии и Кореи, контроль над железными дорогами на Маньчжурске. Что касается выхода в Мировой это демонстрирует необходимость контроля над Петсама, Тривестом, Тарданеллами и входом в Балтийское море, влияние в Иране и районе Персидского залива. Вот это, пожалуйста, логика человека, который поставил себя на место советского военного командования и увидел, так сказать, обоснованность этих людей. А на Дальнем Востоке российское истребление к контролю над всем сахарином и японскими курилами, перекрывающим морские пути к сибирским портам России также является стратегическим обоснованным. Это в печати вот этот результат. А вот то, что я нашел недавно в английском архиве, близкая разведка составила интересный документ после 1944 года, который называется «Стратегические интересы России с точки зрения ее безопасности». А английские тоже разведчики поставили себя на место наших военных и никаких оценок не давали, просто написали, что нужно Советскому Союзу будет обеспечена его безопасность. Это большой документ, я процитирую только то, что относится к Среднему Востоку, к этому южному флангу, о котором мы говорим. Главная стратегическая потребность России на Среднем Востоке обеспечит должную защиту нефтяных месторождений Южного Кавказа, необходимую для ее военной экономики. О чем мы говорим. Этот нефтеносный район защищен от сухопутных нападений, но для бомбардировок он еще близко. Хотя обладание нефтеносными районами Северной Персии дало бы России экономическое преимущество, оно не является для нее жизненно необходимым. Но, видимо, и Сталин в конечном счете решил, что мы проживем и без иранской нефти, я пошел на попятное с этим регионом. В стратегических интересах России продолжали англичане будет иметь возможность перекрыть доступ к нефтяным ресурсам Персии, Ирак и Саудовской Арабии любой враждебной державе. Все англичане считали, что мы можем вообще наших интересов попытаться и другим державам перекрыть доступ к этим нефтяностным регионам. То есть они даже большую сферу влияния отводили Советскому Союзу, чем Сталин потом пытался добиться. Повторяю, в годы войны это признавалось в основном, что все это действительно обосновано. Кое-что было признано, конечно, и Дальний Восток, соглашение Ялтинской по Дальнему Востоку, молчаливое признание советского доминирования в Польше, и так далее. То есть какие-то шаги западные союзники пошли, но с окончанием войны другие вот эти программы максимума в Сталинской она стала казаться неприемлемой, представляющей угрозу. Утратилось и очень важное ощущение того, как чувствительность к советскому восприятию западным действиям. Вот в годы войны американская особенно разведка дипломатия ставила себя в положение советской стороны, в которой свои комплексы психологические и говорила о том, что, я цитирую, с учетом истории иностранных нападений на СССР влияние марсистской идеологии советские лидеры скорее всего будут преувеличивать экспансионистские ренденции англо-американцев и возможность агрессии против СССР из любого источника. Преувеличивая грозящие своей стране опасности, они, вероятно, переборщат с экспансией советской мощи и влияния необходимой для предотвращения или отражения этой агрессии. То есть, они понимают, что Советский Союз с его подозрительностью советского руководства к Западу он будет, конечно, видеть даже там и грозу и агрессию, где может быть ее нечащие. И будет, конечно, чрезмерно реагировать. Надо это делать по праву. А с окончанием этой психологии, учет этой советской реакции, эти совести, так сказать, особенности восприятия, оно исчезает. Чувство эмпатии, способность войти в положение твоего партнера или противника. Посмотреть на ситуацию и его глаза. Вот эта эмпатия была потрачена. Об этом частично, я нашел уже недавним, вместе с Музепартаментом, подготовили публикацию наших документов по разрядке. Вот Генри Тиссингер, когда он приезжал с секретным визитом в 72-м году в Москву, визит был настолько секретный, готовил встречу Брежнева с Никсоном, визит был настолько секретный, что даже американское посольство не знало, что Тиссингер в Москве ведет переговоры в Криполе. У него был отдельный самолет военный для связи, который там стоял в далеком углу нашего Музепартамента. Аэропорта. И вот, когда он готовился, Киссингер, к этой миссии, ну, это была политика разрядки, он заготовил себе такую речь, краткую историческую ведение перед Брежневым, где даже попытался часть ответственности за Холодную войну признать за Соединенные Штаты. Какие ошибки Соединенные Штаты сделали в те времена, чтобы как-то найти общую основу для мирного существования. И вот в этих заметках мы их обманковали, повторяю, в нашем сборнике. Киссингер пишет, судя по всему, мы недооценили советские опасения, вынесенные из золота Второй мировой войны. Мы также недостаточно хорошо сознавали, что потребности безопасности континентальной державы заметно отличаются от потребностей державы, окруженной как наша со всех сторон океана. Наша история отсутствия иностранных вторжений с 1812 года сделала нас невысприимчивыми к проблемам страны, подвергавшейся неоднократно нашествиям. Но это было уже признание постфактум. Но даже этих слов Киссингер не произнес, как показывает запись бесед, до этого сделан не дошел. Но он заготовил все эти признания американской кошельки. Ну и в заключение хочу сказать еще об одном двух уроках войны, которые были вынесены советским руководством. Это было, конечно, необходимость укрепления оборонного потенциала, прежде всего научной, промышленной и научной базы. Здесь уже наш уважаемый пациент об этом говорил. Действительно, конечно, разные были схемы, способ мобилизации этих научных сил в Америке почти прямо противоположные. Но внимание, приоритетность этой задачи были несомненные для советского руководства. Как Сталин говорил о нашем атомщике, Ловчатову, наша страна бедная, но для двух тысяч ведущих ученых мы можем создать все условия. Как мы знаем, условия были созданы. Особенно интересно читать список награждений и премии, которые получили создатели первого государства. Кто-то не видел запуск, кто-то опубликовал. Герой, ему соответствующий. Дом в Москве, дача, полностью обставленная деревня, премия сто тысяч рублей, список проверений этого делограции. Так что огромное внимание, конечно, было уделено, особенно атомному и последствии космическому ракетному дуальку. Уже в сорок лет. Сразу после Россия принимается ставим решение о форсировании нашей атомной джераны, берия ставится в голове и потом принимают соответствующие программы по ракетной технике, по ПВО. Так что упор на развитие военной тяжелой промышленности стало главным сразу же в первом послевоенном плане 45-го года. Только таким образом говорили в известной речи в 46-м году Большому театру. Советский Союз будет готов к любым неожиданностям. На Западе эта речь считается не началом пролодной войны. Сталин объявил, что опасность войны сохраняется, она исходит к капитализму, поэтому нам нужно быть готовым к красивым неожиданностям. Отсюда такие цифры первой послевоенной ветеринарой. На самом деле мы видим то, что говорил Сталин, это близко к тому, что говорил неожиданностям войны. Нам нужно держать порог сухим, нужно готовиться к следующей войне. Если мы посмотрим на реальные действия в состав пораженных всех количеств военной войны, в той мере, в той мере, мы знаем об этом, то мы видим, что Советский Союз не собирался воевать в первом послевоенный году. Большая война исключалась, а вооруженные силы были демонализованы. В 1948 численность вооруженных сил сократилась до одной четверти от пика в 1945 году, а военный бюджет в 1946-1947 года до половины войны в предсчете времен войны. Но, конечно, Сталин и его соратники, уже пережившие не одну войну, они считали войны неизбежными, это была еще и идеологическая установка, неизбежность войн при империализме, при империализме. Поэтому речь шла в отсрочке. Сталин говорил, еще 20-15 лет снова окажемся в состоянии войны, но, наоборот, поэтому вероятность войны всегда висела на отношении этих людей и заставляла держаться порох шихи. Вместе с тем Сталин отверг некоторые такие далеко идущие предложения и своих дипломатов. Мы уже говорили, что Литвинов предлагал гораздо дальше разведывать сферу военной и Европы. Военные, особенно моряки, предлагали огромную программу создания океанского военно-морского флота, требовавшего огромного дата. Сталин этот план отверг. Продолжение следует...